Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 апреля и я решила сегодня снять специальный вот такой выпуск, посвященный моему каналу на ютубе. Все, кто смотрит мои видео, знают, что у меня в эти дни случилось такое событие, что 100 тысяч подписчиков набралось. И оказалось, что канал ютуб отмечает таких блогеров, какую-то серебряную кнопку дает, но я хочу сегодня не о серебряной кнопке говорить, а о самом канале. Потому что и в прошлом году, и в этом году приходило много вопросов. Вот сегодня пришел последний вопрос, после которого я решила все-таки рассказать. Люди спрашивают, с чего начался мой канал ютуб. Потому что, конечно, это интересно, человек в таком возрасте. Вот я, можно сказать, что на пороге 60-летия стою, у меня осталось там год с небольшим. И начала все это поздно, но, несмотря на это, у меня большое количество подписчиков, много... Создалось такое общество, которое многие меня поддерживают. И как все-таки мне пришло в голову создать такой канал? И зачем? Ну, во-первых, создавать канал в той форме, как он сейчас, я не собиралась, конечно. Все это произошло, как всегда. Все хорошее такое, какое-то, не буду говорить гениальное, происходит как бы само по себе. И ни о каком канале я, конечно, не думала. Я начну с самого начала, что, конечно, огородом занималась всю жизнь, потому что я родилась в деревне, недалеко от города, в селе Сростки. И у нас огород был всю жизнь. Но с детства нас там заставляли работать по принуждению, я скажу честно. В детстве я была не тем ребенком, которое копалось в грядочках. Я выращивала только свои цветы. Лук, картошка, мне это было вообще... Все равно растут они там как... Никогда я не пыталась о них заботиться, но у нас была принудиловка. Пока не выпылишь, грядку лука не пойдешь. Конечно, мне все это не нравилось. Я даже мысли не могла представить, что когда-то я буду сама бежать с удовольствием, с энтузиазмом, что-то это копать там, поливать. Я была настроена на другое. У меня главное было учеба там, пионерская работа. Ну, это, как говорится раньше, пионерка, комсомолка. Всю жизнь была пионервожатой, какой-то там старостой, группа там в техникуме. Огород был как, ну, необходимость. Все заставляли. Потом, конечно, были долгие годы, когда я уже была замужем. Огород выращивали мы все, кто живет в частных домах. Потому что надо было делать соленье, надо было детям делать варенье. Выращивали и ягоду, и морковь, и светло, и все. Но вот такая вот прям ярая любовь пришла ко мне, конечно, с возрастом. Но это всегда так, всегда так говорят, что с возрастом человека клонят к земле. И, вероятно, вот у нас, у русских людей, генетически заложено, что мы любим эту землю. У нас, наверное, где-то там предки были почти все вот эти землепавшицы, земледельцы. И с возрастом тянет, конечно. Потому что я начала заниматься после 40 уже конкретно. Я начала там придумывать, выращивать, например, большое количество цветов на продажу. Там и выращивала, и фиалки размножала, всякие луковичные, и тюльпаны, и все. Потом постепенно вышла на пенсию. Все, я погрузилась в томаты. У меня начались томаты. Я как такой практичный человек, я стала выращивать не только для себя. Все знают, вот кто у меня на канале. Пыталась выращивать рассаду на продажу, и там что-то вот это всякое, экспериментировать в больших объемах, все. Когда я вышла на пенсию, и вот после 55 лет я уже знала все. Я уже была готовой такой человек, который вот знает в огороде, у меня завяжи глаза, я пройду и могу все сказать, все сделать. И вот однажды, встретившись со своей подругой в другом городе, мы разговорились. И я рассказала, говорю, о, я сейчас увлеклась огородом, все так хорошо получается, спец стало, все. Она говорит, а я тоже вроде пытаюсь, но у меня не получается. Ты мне хоть рассказывала бы. Ну и мы разъехались в разные, ой, буря, в разные города. И я думала, думала, ну как ей рассказывать, писать вот эти печатать письма. Я ничего другого не придумала, как взять в руки камеру. Я думаю, сниму-ка я ей все это, все эти видеоинструкции и отправлю. Хотела отправить на Одноклассниках, но там загружать очень сложно. Проще было выложить в Ютуб, а потом отправить с ссылкой, все вот так. Вот так образовался мой канал в Ютуб, вынужденно, для того, чтобы проконсультировать свою подружку. Но когда я стала выкладывать видео вот эти в Одноклассниках, видеофотографии, оказалось, что таких, как моя подружка, очень много. Люди выходят на пенсию, заняться нечем, вот покупают этот кусочек на садовые участки. Или более активно начинают заниматься в тех садах, которые раньше, вот как я по принуждению, просто молодые, когда были, занимались. Потому что, когда мы взрослеем, у нас большинство вот этих вот занятий отпадает. Что-то с молодостью, например, занимаются танцами, там ездят, может, какие-то турпоходы. Становишься, когда взрослею ближе к пенсии, все это отпадает, остается что? Огород. Ехать никуда не надо, особенно если вот частный дом, никакими больше занятиями мы не занимаемся. Вот у меня муж ездит, например, на рыбалку, а я с удовольствием провожу это время в огороде. Все. Когда я начала выкладывать свое видео в Одноклассниках, оказалось, столько много людей, которые, как и я в молодости, ничего не знают. И хотели бы получить вот эти какие-то советы, какие-то рекомендации. И у меня цели понемногу поменялись за эти годы. Ну, там годы, два года. Если сначала я хотела просто показать инструкцию подруге, то потом я поняла, что самое главное, для чего стоит открывать канал, для чего стоит вот это все рассказывать, это не только научить людей выращивать все, там, на какую глубину там засунуть семечко, сколько воды полить. Самое главное, вселить веру в человека, что он действительно, что это все по силам. Что не только вот мы можем на картинках смотреть или в видеороликах, вот такая у нас хорошая рассада, вот такой у нас урожай. Это может сделать каждый, просто нужно до каждого это донести. Ничего сложного в этом нет. Конечно, нужно и немного упрямства, и трудолюбия нужно приложить в труд. Я уже сто раз говорила, что просто так ничего не вырастает. Ну, эти слагаемые успехи, они очень просты. Знания, вот те же самые инструкции, советы, потом немного упорства, трудолюбия. И главное, любовь к земле, любовь к растениям. Чем раньше она придет, тем раньше вы начнете получать хорошие урожаи. Пока я относилась небрежно, вот когда в молодости, к своим растениям, они мне не давали урожай. Потом, когда я стала их, ну, как я выражаюсь, слышать их, понимать, что они хотят, я действительно полюбила их, и они стали отвечать мне этой же любовью. И вот про канал Ютуб, что я хочу сказать, это очень хорошо. Вот нас сейчас уже сто тысяч, и вот это собралось вот такое общество любителей, не только томатов, а вообще любителей земли, любителей растений. И я заметила, что тот, кто любит растения, тот, кто любит землю, он и к другим людям относится так же доброжелательно. Все делятся советами, там иногда даже моего совета одного, ну, как, крошечного достаточно, чтобы потом люди добавили вот так, как снежный ком. И человек, который хочет получить какой-то совет, он получает такую полнейшую информацию, вот все полностью, со всех сторон ему расскажет, и как это, и как это, и как можно, и как нельзя. И тут уже я даже иногда становлюсь лишнее, что моя вот эта капля в море, она ничего не значит, а основную массу дают вот эти мои подписчики. Я очень благодарна всем, кто заходит на канал, кто добавляет к моим советам свои рекомендации, кто помогает моим подписчикам, кто просто иногда поддерживает меня, потому что есть такие люди, ну, чистенько, заходят некоторые, чтобы немножко как, ну, как сказать, ну, слово нагадить некрасивое, ну, чтобы написать какую-то неприятность. Но я уже перестала обижаться, потому что вот сейчас особенно весеннее обострение никто не отменял, и когда человек пишет вот такой комментарий, ну, его стоит пожалеть, наверное, он где-то в закрытой больнице находится, или где, что ему не с кем пообщаться, и ничего доброго. Правильно одна женщина сказала, что внутри, то люди и показывают в своих комментариях. Ничего доброго ему выдать людям нечего, но выдает то, из чего он состоит. Не будем на них обращать. Сейчас, несмотря на то, что вот у нас бураны, метели, у нас мороз, специальность сегодня вышла вот в эту холодную теплицу, чтобы сказать вам, ничего страшного, можно выращивать растения в любых условиях. Главное, позаботиться о них вовремя, и все. Так, что еще хочу сказать? А, и вот про канал. Канал, конечно, первый год, я вообще даже не смотрела ни количество подписчиков, но если говорить, сравнивать, то за первый год было всего, по-моему, тысяча людей подписались, а за вчерашний день столько же. Вот меня только позавчера поздравляли с тысячей подписчиков, со сто тысячей подписчиков, а сегодня уже сто тысяч девятьсот шестьдесят девять, что ли, примерно. Я, если честно, каждый день не смотрю. Что это значит? Это значит, что такой канал востребован, и он нужен людям, потому что люди увеличиваются с геометрической прогрессией количества подписчиков. Кто-то, конечно, и отписывается, но я не обижаюсь на них, потому что каждый должен выбрать именно своего, вот как, по душе своего автора, которого будет слушать, с которым он будет вступать в диалог на позитивной ноте, чтобы не было у нас ни зла, ни обид, ничего. Кому не нравятся такие методы, они идут туда. Ну вот, и некоторые удивляются. Вот у вас, почему так много людей, вот за такое короткое время? Ну я, конечно, знаю почему, потому что все очень просто. Я просто равняю, как общаюсь со всеми на равных. Я не умничаю, я никого там не говорю, что вот делайте только как я. Я там единственная, как это, помидорная королевишна. У меня тоже есть ошибки, и я признаю иногда свои ошибки. Иногда я, я вот тот раз показывала, что и посеяла лоток забору на шифонере. Я такой же человек, как вы, и я все это показываю. Вчера вот показала свой бардак в теплице. Короче, у меня такой же реальный огород. Я никогда не буду специально убираться для того, чтобы сделать видеосъемку. Я никогда не буду специально писать текст для того, чтобы прочитать. У меня нет ни оператора, у меня нет ни режиссера. Я сама одна. И я хочу вот этим своим каналом, своими видеороликами сказать, что и один в поле воин, можно одному вырастить. Вот весной потом покажу. Такое количество рассады. В том году я вырастила 2000 корней томатов. Еще я понемножку как бы использую огород как источник дохода дополнительного своего. То есть там где семена, где рассаду продаю. Все это понемножку, все это в меру. Но все это ощутимые заработки. Добавка к пенсии. Добавка, которая более весомая, чем сама пенсия. Что без этой добавки было бы очень сложно. И вот все. Я, короче, заканчиваю. Потому что разговор на равных. Потому что я не умничаю. Потому что все это до того просто излагаю. В простой манере я никогда никаких не формул, сильно не наученных таких обоснований не подвожу. Потому что чем проще, тем легче начинающему огороднику понять все это и научиться. Все. Принимаю все поздравления со 100 тысячами. Всех благодарю. Заходите на канал, больше комментируйте. Сейчас сложная ситуация. Сейчас и похолодание. И будет высадка. Наши новички... Ой, страшно. Наши новички ждут от нас вот этой информации. Я хочу, чтобы все начинающие научились быстро-быстро за год или два все это освоили. То, что мы какой опыт накопили за 10, за 20, за 30 лет. Желаю всем удачи. Подписывайтесь, смотрите, делитесь своим опытом. Все. С вами была Ольга Чернова. А я постараюсь как можно чаще и подробнее все это рассказывать. Хотя иногда действительно вот некогда совсем. Сейчас вот такая ситуация. Некоторые спрашивают еще про какой-то, про летние там, про сюжеты. Что, как делать. Какой летний сюжет. Нам бы сейчас быстрее вот эти морозы. Все, до свидания. В Сибири очень сложно огородничать. Как, впрочем, и в половине других регионов наших российских. Мы думали, что хорошо на юге, где Краснодар, там, где Кубань. А оказывается, им так же тяжело. Они умирают от жары. Мы от холода страдаем. Они летом от жары говорят, что все горит. Есть ли в России где-то огороды, которые без проблем, как в сказке, посадил семечко, если ждешь. Наверное, нету. Все. Будем учиться выживать в тех условиях, какие у нас есть. Можно и здесь получить хороший урожай. Все. Счастливо. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.